Ваши родители чем занимались? Отец всю жизнь проработал на железной дороге, а мать не работала нигде, домохозяйкой была. У нас было четверо братьев, я сам имел. А во время войны вы где жили? Здесь, как фронт пришел, то мы в деревню уходили. У нас были постройки, мы там находились. Фронт пройдет, мы обратно. Отец всю жизнь проработал на железной дороге. Стрелочником, рабочим на Пычах. А во время войны он тоже стрелочником был? Да, при Польше был рабочим на Пычах. А потом уже в 39-м стрелочником был. И немцы пришли тоже. Мать не работала нигде. А Вы видели поезда, которые шли к месту расстрела? Я там рядом в корову пасал. Там были эти вагончики, эти двухосные тогда. Ну там полно их туда набивали. Здесь на оброне распространено 10 вагончиков берут. Такой был паровозик небольшой. И туда, там ветка идет. А Вы можете поехать, посмотреть. Сейчас там памятник стоит и камень лежит. А где их расстреливали, там все заровняли и в это. И в это вагончик толкали. То я стану так на просеку и смотрю за то вагона. Раздевают их туда. А раздевали кто? Раздевали власовцы. В основном. Там несколько немцев было. В основном власовцы тут действовали. Власовцы эти мадяры. Ну в Венгрии тогда служили же у немцев. Мадяры, чехи, вот это. Имели форму такую зеленую. Вот эти мадяры были хуже за немцев. А поезд где останавливался? Поезд на станции. Возили их из Иваново, из Бреста, из Кобрина. Здесь местных не расстреливали. Местных увозили машинами там возле асфальта под горку. Там мы расстреливали. А здесь ямы были подготовлены. Уже это самое. И взвагонованы. Вот я стою так, один за другим. В вагонах раздевали их. И один за другим туда. И ложили. А потом очередно с пулемета или с автомата очередь строчили. То, что вы видели, это тот самый большой расстрел, да? Вот там. Да, там пятьдесят две тысячи. Вот там и евреи, и эти которые здесь были. Вот у нас там бронный барак был. Ну кто-то там вроде с партизанами все держали. Всех туда и там. Они гоняли туда эти ямы рыть. Вот. И там все их и положили. А когда уже стал отступать немец, то ямы вскрыли, злили чем-то. И сожлили все. Такой дым черный валил. Так сюда дышать нечем было. Что с бронной горы ввел их туда, ну, Копатьяму? Тут были эти самые власовцы много. Власовцы в основном. Это людей отсюда, местных которых заставили идти туда, Копатьямы? Или тех, что были в бараке? Тех, которые были в бараке, которые уже держали вроде связь с партизанами, где-то, ну, подозрения трохи. Их. Туда всех и там. А власовцы их вели туда, да? Да. А их пешком туда вели, тех, чтоб копали ямы? Не машинами в основном тут. Было что-то тех. Завезут. Обратно сюда в этот барак. Мы приезжали. Воду брать с колодца тоже. Все под охраной было. А много их отсюда везли туда Копатьямы? Ну, кто их знает сколько тут. Одна машина, две машины. Ну, там это самое. Завезут. Потом обратно. А куда их возят? Одна машина, две машины. Одна. Одна в основном. Одна, естественно. Горяб znaczy. Это Carrick Мур. Внут. Внутри. Это нужно, сюда, где немного можно подать кулы. Пуokes. marked, это же все. Один каким-то образом, остав живой, из этой ямы вылез, пришел в деревню, в Морможево, ну их же там, голых почти, там дали им одеться, ему говорят, иди в лес, мало это самое, ищи партизан, он сейчас смотрит на город, а там что, а там. Не, типа там немцы тебя расстреляют, нет все равно пошел, туда там немцы за его, а откуда, где ты дел, что, он привел из этого хозяина, за его, из этого хозяина, в бюро, там, кляштер, и там, и хозяина то его расстреляли. В монастыре где там? Это Бероза, там, кляштер такой называется, это что-то, в принципе, Бероза, ехать там справа, за район уже там, там военные стояли, вот, и там многих. А Берозовских, этих евреев здесь нет, их возили машинами, и туда, под горку, там, в лесу. А вы помните имя того человека, который ему дал одежду, еврею? Даже, даже, женьки, родственники. А как звали его? Как звали, это? Николай Мойсиюк. А вот когда вы видели, что выходили на расстрел, выходили с поезда, как это было? Они открывали вагоны по очереди, или открыли сразу все вагоны? Ну вот, да, они и так, там все было внесено ямой проволокой, вот, и такой проход был. Вот они вагоны, это, в паровозе толканул, напротив, это сам Порщитово, была эта проволока, открывали вагон, там их раздевали в вагоне, все, и уже там, ну, там, может, было что на их. Я так, стою и смотрю, прыгает, 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 один за одним, с вагоном, и туда, там, их командовали ложиться в эти ямы, и, говорю, потом она, как уже, это, сам, успокоится, очередь, строчит, 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 а тогда одиночные, кто еще, где шевелится, пах, пах, добивали. И потом проталкивает, следующий вагон ставит, это так. А та и одежа вся оставалась в вагонах. Он еще, не так одежи им надо было, может, где-то золото зашевели, что вы, это сам, вот они придерживали это все. Тогда вы видели и всех, и женщины были, там, и дети, и... Ну, кто там, это же, я же не был там близко, а так, на расстоянии, в это же, лес там. Али, встану так, на промежуток, сосны были бы, и видно, как они. Всех там, кто был, и все, там, семейные же там вылазились. В этой вагончике они наталкивали, стоя, сколько влазил, стоя. Мы там задыхались, в это. Окна были, это, открыты, но проволокой только за... Колючие заплетенные, двухосные вагоны, представляете, не так, сейчас их нет уже. Вот, короткие такие вагоны, надо было, четырехосные эти. А кто открывал двери вагона? Ну, кто там были, еще эти, Чаргурус, в основном, здесь это действовали власовцы. Немцы совместно с власовцами. Здесь у нас их было 50 человек. Барак был, храняли это, все это. Один немец был, их 50 человек, один немец был, старший, по-русски говорил. Тогда немцы, они убили, и забрались, и все пошли в лес. Партизаны, а куда почувствовали, и шел. Эти власовцы, это те же самые были, что охраняли военнопленных русских? Да. Да, да, да. Вот здесь было два барака, вот, и были эти русские плены. Был, это сам, узкоколейка проложена в лес туда. И их туда, на этот самый такой, паровозик был малый. Эти вагоны толкали туда, там загружали лесом сюда. Здесь было сколько? Пять лесопильных заводов построено при немцах, временно так. Строили, пилили этот лес, и все в вагоны, и на Германию отправляли. Там даже могилка была, это, есть. Партизаны подложили мину, а эти пленные сидели на этом. А эти власовцы, они где спали? Тут? В деревне? Вот, там был лесопильный завод, там был барак, и вот они там все находились, в виде казармы там было. Один немец над ним был, старший. А старый еще лесопильный завод, он еще польский тут. А они своих временных тут понастраивали, еще легали этот лес, и на лошадях возили. А в тот день, когда вы видели расстрел, всех евреев расстреляли в одной яме? Так тут не один день они их расстреливали. Несколько дней подвозили, это я ж туда же не... Не подойдешь, подойди, то сразу пулю лопала. Ну а в тот день, когда вы видели, вы видели один день, да? Ну, да. Но тут это три данных хоз. В одной тогда? Ну, тогда, они же подачи, наверное, три делали. Яма была одна? Нет, там, не знаю, пять или шесть ям было. Несколько ям было. Потом это все заравнивали, они это там... Они осели, все там. Ну, когда уже, перед отступлением, все это вскрывали. Ну, туда же, что там охрана была, никого близко не подойдешь. У нас тут воинская часть, она и сейчас есть. Немцы там были и это. А вы видели один поезд, или это, вы говорите, три подачи было? То есть в этот день было три поезда? Да. И вы все три их видели? Я же там, может, у Радума коровы пас. А что, как это было? Они все три поезда сразу подогнали? Ну, они сюда пригнали несколько этих. А это с большим, допустим, паровозом привезли. А здесь уже маленький паровозик и был, в виде маневровок. Он больше не брал, их десять вагончиков. Десять вагончиков и туда толканет. Потом возвращается. Да, второй порожняк уже вывозит, следующую партию туда толкает. Вы вот сейчас можете поехать и посмотреть, на каком месте, где их расстреливают. Это очень просто. Они доезжают переезда. Не доезжают переезда, вот, как сейчас. Там лезут, и поверните вправо. Езжайте, и там ветка идет, железная дорога. И тот переезд, только переедете, и сразу направо и стоит памятник там им. Такой вроде колокола, это самое. Дальше немножко по той дороге проехать. Километр тут не больше. Немножко дальше проехать, там большой камень. Вот, лежит. Табличка и выбито там, это самое, сколько людей там, это самое. Какие, в какое время расстреляли. Вы можете там... А дальше же туда, такие столбики стоят. Вот, видите, это местно стою. Редко так столбики белые стоят, бетонные. Это где те ямы. Но сейчас вы их ям не найдете, потому что там уже такие березы растут. Это было так, что поезд привозил их на станцию. Но поезд был на широкие рельсы, да? Большой. Нет, и эта широкая рельса одинаковая. Но дело в том, что подавал их туда, маневровый, как называется, паровозик небольшой. Он больше десяти вагонов не брал. Вот. И толкал туда их. То есть сначала приезжал обычный? Да. А потом... Маневровый брал и туда их... Но те же самые вагоны, они из вагонов не выходили? Никуда их... Все было заоткрыто, за... Эти люка верхние открыты были, но оттянуты проволоки колючие. Они там еле живые уже доезжали сюда. А где ждали в это время те вагоны, которые... Ну, остальные. На станции. В станции стояли на станции. Ну, там охрана была, конечно, это самое. Сколько там было? А кто их охранял на станции? Ну, они же и сопровождали, охрана шла с ними сразу, оттуда с места. Мемцы? Да. Сколько времени вот тем надо было ждать? Вот сколько времени надо было для того, чтобы первую часть... Ну, бог я знаю, я уже не засекал. Но это не целый день? День было третьих... Нет, да. Это часа два-три дальше. А одежда оставалась в вагоне? Да, все там было. А вагоны закрывали? Ну, там их раздевали, там заставляли раздевать эти... Ласовцы, возможно. Все там оставалось. Они этот вагон закрыли и следующее. И так... А куда они дальше девали это все? А одежду так и оставляли в каждом вагоне? Или ее всю в один вагон? Не, все оставалось на месте. Они девушки там... Их сортировали, что я уже не в курсе ел. Они отсюда... Убирали... Там они... Я там... Я далеко бы не видел, что там... Они... Ученые поднимались, они дали команду раздеваться им, да и все. А евреи на счет этого непокорные были. Они знали уже, что им вроде пришел конец. Они покарались, нигде... Они вот в Берозии согнали в гетто. Были в том гете. То один-единственный ушел такой партизан, еврей. А то и все покорно сдавались и все. Потому что он же вроде... Аллах им сказал, что уже все, а конец. А когда вы видели, вот вагон, это был только что? В одном вагоне мужчины, в другом женщины? Там мужчины вместе были. Там никто их не делив. Семьями туда загоняли их. Закрывали и все. Они не делили там. Ни детей, ни это самое. Все вместе были. А при выходе из вагона у них забирали какие-то... Ну, драгоценные все, например, там... Они все оставлены, пусть и голые выходили. Вот они... Я даже не знал, идолы, но начельно, может, что-нибудь было, ничего. А кто их сопровождал от вагона к яме? Да там не было куда сопровождать. Там же проволока была загорожена плотную. Ну, почти до этого, до вагона. Вот, промежуток там. Они выпрыгивали из вагона и сразу в ямы. А там, конечно, стояла охрана, а леоны никуда нет. А в день, я говорю, единственный тот, который из ямы вылез, как-то каким-то чудом остался живой там. Вот. И уже ночью он там, и сразу они засыпали. А ночью, как-то выбрав, я говорю, зашел в деревню. Какая высота была этого прохода, коридора этого, из колючей проволоки? Ну, там, я вам, я там близко не был, и тоже не знал. Ну, там было просто оборожено колючей проволокой до этого. Ну, там, по боку краям стояли эти, с автоматом. Они уже там лестницу подставили, а потом лестницу, они раз, раз, с вагона повыпрыгивали все. И положили следующую потолку, и там. Я говорю, они просто по корну и шли, не по всякому сопротивлению. Скажите, это вот, это был коридор такой, который вел все время одной и той же яме, или они его меняли? Нет, там было, все ямы эти были обмещены, проволоку. И был проход туда. Вот, там ямы, я-то даже, это не был там, не видел, но я представляю, ямы были нарытие. Да. Вот, и просто они. А как они в эти ямы спускались? Прыгали ли? Лестница какая-то? Уже я это не могу знать. Не могу вам сказать, потому что, это самое, как они там уже. Ну, говорили те, что, говорили, два метра и глубиной два метра. Два, два. А длиною там они были, его, когда-то заборы, может, и больше даже. А те, что стреляли, а стреляли сверху, или они спускались в ямы? Чего, и он его сверху, очередь. Задут по ним, если, или что, еще кто-нибудь, шевелится. Ходили одиночными уже, там пах слышно, одиночные. А сколько было тех, что стреляли на каждой яме? На бог их знает. Один, два, десять. Да, ну, там, их, может быть, 20 было и больше. Там же охрана с кругом была с этим. Я говорю, ты даже не пойдешь, не пойдешь и не посмотришь, и самого положишь. Это же все они держали, как бы, за секретчем. А то, что вы слышали, они стреляли с карабинами или автоматами? С автоматами. Очередь, строчит, 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 та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот. А потом уже ходят пах-пах-пах-пах, видно. Одиночными слышно. Как вы, вот то, что вы видели, как вам кажется, евреи, когда они выходили с поезда, не знали, что их ведут на расстрел? Да, конечно же, видели ямы, видели все. Видели, что уже там лежат эти трупы. Они шли по корну, не по всякому. Визг, енг там был. Ну, а шли туда везать. Куда денется? Кругом с автоматами стоят это все. Даже детей совсем маленьких, младенцев? Да, их семьями туда гнали, всех там, они же не оставляли. Ну, дети были с мамами, младенцы, на руках ума. Семьями их туда, я говорю, загоняли в эти вагоны, так они их не делили. Вы не видели, там были какие-то, ну, старики, например, которые не могли идти, или какие-то инвалиды, там, что-то. Там заносили, там всех, все туда пошли. Они, их дележки никакой не было, все туда. Те, что стреляли, они не переходили с места на место, они оставались и ждали следующего. Конечно, они стоят за эту самую... На краю ям, где, откуда им удобно стрелять, и все. Мы, если уже тут заполнили ям, в другую, допустим, перехо, то уже перейдут на этот, на другой край. Когда поезд уже отъезжал, и уже люди, ну, в ямах уже не слышно было ни криков, ничего. Ну, такие слышно, как бы, стоны были, етосов. Они уже там внимания не обращали, вроде. Видишь, одному осталось как-то, говорю, чем-то уцелеть. А немцы, власовцы, они перерыв какой-то на обед сделали? А бог их знаю, не знаю, что они там, как. Ну, они там, что им долго, а то 10 вагонов-то их расстрелять. А после того, как был, ну, расстрел закончен, они это место охраняли или уже не охраняли? Охраняли. Там, чтобы доступ туда был закрыт. А ямы закрывали или ждали следующих поездов и не закапывали? По-моему, их где-то закрывали где-то на следующий день. Вот так. Это уже толком я точно сказать вам не могу. Но говорили там, что, думаю, это ямы просели. Уже, как их не было, тут даже было и заметно, что где-то ямы просевшие на тела-то тирать. А кто эти ямы закапывал? Власовцы или... Ну, там уже машинами их это были должны засунуть, да и все. А кто, людям сказали из деревни или... Нет, их тут уж часть стояла воинская. И оттуда все, вон и немцы уже, так сами. Да, немцы, да? А здесь вот был двухэтажный дом. О, сейчас я... Это сам... Это был штаб. Эти мадяры жили тут. При немцах выйти было, но вечером на улицу не выйдешь. Чтоб нигде в окошке не было света. Где чуть просвечивается, ходят эти жандармы с бляхами на грудях. И такие овчарки здесь. Выйди так сразу. Уже и это самое. Чуть свет не просвечивается. Разве по стеклу барабанит. Уже закрывай. Чтоб не просвечивалось. Чтоб самолетом не видно было. А жители здесь могли оставаться все время? Ну, во время вот этих расстрелов? Или был какой-то такой момент, когда им сказали, что они должны все уехать? Нет. Жили тут никто, никого не трогал. Жили они все тут. Я говорю, когда уже фронт пришел, тогда уже каждый где-то искал спасение. Где-то в леса ходили, то в деревню. Потому что тут самая корзинская дорога была. Тут шоссейная рядом дорога. Самодвижение было здесь. Когда вы вот видели этот расстрел, вы вечером рассказали что-то дома? Ну, то, что вы видели. Конечно, знали все, что это, родители, и это. Отец тогда же был, вот, на станции работы, в стрелке этой переводе, все. А вы не помните, что ваш папа сказал, ну, когда вы рассказывали это, что видели? Ну, что он сказал? Знаю, кажется. Он особо, потому что сам боялся. Хорошо, тогда что-нибудь скажи. Подумать еще, какие вам вопросы задать. Если можно будет, то мы потом к вам еще вернемся. Ну, пожалуйста, если я дома буду. Вы сейчас, я вас заедьте туда. Посмотрите, где памятник стоит. Вот, там дальше так близко. А то заехать очень просто. Не доезжая переезд, на переезд не надо ехать. И поворачивайте вправо, там лес грузят. Проедете, и там ветка идет, железнодорога. И той переезд тоже проедете. Там рад. Там, это. И направо повернете, и сразу памятник. Это стоит памятник. А немножко по той дороге проедете еще. О, метров 300. И там будет большой такой камень лежать. И там доска закреплена на нем. Там видно, что за этой дорогой. Там или это на месте расстрела прямо? Там рядом. А за тем камнем, дальше туда. Уже этой, это, зажим дорогой. И по одной стороне, и по другой расстреливали. Хорошо, спасибо. Мы еще вернемся к вам туда. Сейчас, подождите секундочку. Отсюда, с Бреста в основном. Сюда приходили, тут стояли. А сколько надо брали, и вагоны потом толкали туда. Это здесь сделали, поездили на три партии. Да, да. Как паровоз сделали, чтобы... Ну, вот же, путя у нас же есть, здесь стрелки. В том конце такие стрелки. Он заезжает туда, берет сколько вагонов надо. Поезжает на следующий путь. И только... Вагоны мы вперед туда ехали. Это метные рабочие или ихние? Ихние там были все свое. Значит, они были на поезде, да? Да, там все было. Там был маленький паровозик такой небольшой. И он 10 вагонов только брал этих двухосных, коротеньких. Тот же самый, с которым они пребывали, или другой, который здесь был? Нет, тут был маневролог. А кто водил вот этот паровоз? Ну, паровозы машинисты местные были. Были немцы и местные. Значит, были три партии. Брали одну партию. Да, 10 по голому. А все остальные партии, где они остались? О, стояли здесь. Роман Станиславович Новис. Новис? Такого немало. И Новис? Лимо. Это, по-моему, в Польше. И он работал на гаре. Он работал на станции, да? Да. И они брали, они запрашивали людей, свидетелей. И вот этот Новик... Я знаю, был такой, был. Вот этот Новик сказал, что он все видел, он был в домике. Домике недалеко от... Как стрелить? Ну, а где был Сторожка? Ну, Сторожка там вот, в этом самом... Где Барачев остался еще. И сейчас, и на против станции Барачев, где бараки были вот это. Вот. То, может, оттуда вот. Бараки? Ну, два барака было. Бараки? Бараки, где пленные были русские, а потом уже немцы. А те, которые работали стрелочниками... Стрелочниками. Да, где они были? Где они работали? Где они стояли? Ну, мой батька был, допустим, отец. Да, например. Работал. Тут же жили вместе, там со мной. Где тут Стрелка была? Ну, вот Стрелок, вот, пожалуйста. Вот этого Стрелка уже, вот, называли. И там... Но, когда открывали ямы, чтобы жить, вы видели? Да, я не увидел. Я был дома, вот. Так, как дым этот валил оттуда, черный, как ветер отдач, вроде дышать не было очень. Такой угар просто не это... Это уже они делали тогда, перед подступлением. Как поняли, что уже их на это, там, нажимают. Потому что новицы, и я вспомнил, что люди, которые были заставили их открывать все эти ямы. Может, были, конечно. Это Миральяна Марцелли. Марцелли. Марцелли Миральяна. Помните такого человека? Поляк, наверное, Марцелли. Что-то я не помню такое. Ну, может, из деревни привозили. Даже из деревень привозили. Или туда Синевичи. Да, Синевичи. А, Синевичи? Да. А, то-то с Абирозы туда. Новицы жили здесь семьей? Да. Сколько ему было приблизительно во время войны? Ну, он уже... 50? Да, уже так где-то. Потому что новицы сказали, что он по-немецки понимал. Вот, может быть, поэтому... Это был гражданский, нет, не военный. Гражданский, да. И, значит, каждый раз, когда они делили поезд на три части, это было именно здесь. Здесь, да. На том же месте? Ну, вот там вот брали, приезжали на следующий путь, вот. И толкали сюда вагонами вперед ехали. На каком пути они... Ну, я же не знаю тут пути, а то даже меньше было. А, я на ремонт верю, а я... Тогда же лес лежал тут, да, вот так? Нет. Рампы не было. Тут были что? Вот здесь завод стоял. Вот. Здесь строили рядом, в эту самую заводу. Хотели, но не успели сделать. Выпускать ткань эту самую, фенели. С дерева были. Вот хотели выпускать тут это. Огрузили вагоны вот сюда. Поскольку ваш отец работал здесь, на станции, люди, которые здесь работали, они знали заранее, чтобы поезд придет? Это никто не знал. Вы не знаете? А когда поезд, они здесь стояли, охрана большая была? Ну, кто, я знаю. А что там их охранять? Как они там были закрыты. Ну, была охрана. С одной стороны. Два автоматчика, да, с другой, да, и вся охрана. Уже там охраняли их больше. Там. Возле хьям. Эти... Все, которые закрывали. В вагонах. Так. Кто там это самое? Даже близко никого не подпускали. Все было. Вагоны закрыты. Правда, эти окошко вверху, эти люка были открыты. И проволока заплечена. И там только кто там подышать мог. И все 52 тысячи людей, которые там были расстреляны, они все прошли через эти рельсы? Да. В основном. Ну, некоторых тут на месте. Это самое, кто привезли машинами там. Которые уже имели связь с партизанами. Что-то подозрение было. Вот там был такой барак один. Тоже внесены проволокой. Там их держали, охраняли. А потом сюда их и вместе за этим положили. Этот барак с теми, что подозревали связи с партизанами, где он был? Ну, там у нас на Броны, в той последней улице, там нет. Там уже застроились, все, и вознесли давно. Можете нам показать, где точно? Вот, видите, столбы стоят вот эти. Вот эта территория, тут было все. А ямы сами где-то? А ямы вот по той стороне. А ямы, по той стороне. Вот, да. До сих пор, до сих пор, до сих пор, до сих пор, до сих пор. До сих пор? Это они? Да, с территорией. Как вы думаете, почему они поставили эти столбы? Ну, как бы территорию уже это оградили. Для памяти. Вот, ямы где-то вот в этих местах были. Теперь уже ничего там не знают. Раньше был севший ям, теперь уже незаметно все. А как вы думаете, на этой стороне, сколько приблизительно были ямы? Вот этого я вам не скажу. Ну, тут ям, наверное, три было, или четыре я даже. Вот я так через лес вот туда смотрю. Вот, меня же видно было тут. Лес такой был большой, и этого кустарника не было. И видно мне было, как они с вагона выпрыгивают. Когда вы все это видели, людей расстреливали на этой стороне или на той? На этой. Когда вы все это видели, их расстреливали в одной яме или в две яме? Ну, они заполняли одну, по-моему, так, по моему мнению. Я-то не близко сюда же нас не боялась подходить, потому что подойдет сразу пуля в лоб. Вы думаете, самая большая яма была на этой стороне? Да. Здесь не одна была, здесь две или три было. Эти ямы были вырыты заранее, да? Да. И все, не кимисковат, а люди копали. Это люди, которые они вкрызли. Привозили из деревень людей, здесь машины, где-то захватили и сюда, и тут копали. А для чего копали? А кто возил людей здесь копать ямы? Ну, немцы кто возьмут. Изданное. Здесь же техники тут было. А проход где был? Ну, сейчас уже не установлю где. Вон, допустим, проволока была бы сюда, загорожена. Да. А тут стоит. Проход был в этом направлении? Да, сюда ищи. Ну, и в таком месте, я уже точно не скажу дальше. И в этой ямы. И проволоки были вокруг, так? И ямы были обгорожены проволокой еще. В этот день, когда вы все это видели, как вы думаете, откуда возили евреев или людей? Ну, точно не, я не это самое. Сюда, в основном, это самое, с Бреста сюда возили, с Коприна и Иваново. А Берозовских здесь нет. Берозовских расстреляли, там машины мы возили в лес, и там ямы тоже были. А Берозовцы, где они стояли? Те, которые заставляли людей выходить? Нас там стояли, у нас лесопильный завод был. Нет, здесь, на месте. Ну, где они были тут? В основном, с вагоном выгоняли, и раздевали там их, и выгоняли. Так что, они стояли здесь, или дальше, или? Они в вагоны лазили, выгоняли их с вагоном, и раздевали там все. А людей заставляли выходить из поезда здесь? Да, вот подгоняли напротив, эту самую, где проволока, разгорожена, где проход есть. Вот, установили двери туда. Автоматчики стоят с одной и с другой стороны, вот и туда. Ну, и они же, конечно, там их заставляли ложиться там, и все. И потом... Значит, все было загорожено? Все это было загорожено. А ход был где? Ну, проход где-то было здесь. Я теперь же не могу сказать только. Потому что... А это как была дырка просто, или это был такой, как коридор? Просто проволока загорожена, а здесь был просто проход, и все оставлено, дырка. А вечером охраняли вот это место? Охраняли все время. Когда все были расстреляны, как паровоз? Ну, тянет уже вагоны. Так толкал вагонами вперед, а теперь тянет, вытягивал на станцию. Брал следующую партию и следующую. Надо железнодорожников взять было с собой, чтобы... Объяснили бы. Хорошо. Да, да. Вот здесь, вот, живоинская часть, ладно. А это же было построено, что поляки построили. И так все время немцы и русские в 1939 году. Значит, потом нагружали одежду в вагоны, да? В вагонах они раздевались, в вагоны выходили. Полуголые, может, а то и голые. А одежду нагружали в вагонах? А одежду в вагонах, они раскидали в вагонах, оставляли все там. И потом где скружали? А потом они из этого все забирали, с вагоном возили, куда они возили, не знаю. Они там что, не так одежно им надо было, как искали золото, может. А раньше зачем это было, эти железные дорожи? Сюда? Тут воинская часть все время стоит. Припанской Польши, как мы говорим. До 1939-го было. В 1939 году русские пришли, тоже были там вояки. И теперь, до сегодня, время эта часть была засекречена. Переделали, ну, эти рельсы переделывали, или вот именно это, это ли? Эти рельсы? У нас русские одинаковые, а уже польские, там уже уже колея. Переделали. Значит, яму разместились до столбов? Да, здесь, в Волгу, на этой территории. Тогда было заметно, сейчас уже что-то за... А значит, на другой стороне, на той стороне, это тоже самое, до столбов? Ну, тут тоже были, это самое, ямы. Вот они обнесли уже эту самую, эту территорию обстолбовали, как бы, приезжают евреи часто. А значит, власовцы входили в вагонах? Да, там их, то не хотели, вырвали оттуда, выгоняли. Скажите, пожалуйста, ямы были такие, или с такими? Вот так они были, параллельно рельсам. И как вы думаете, они видели, что вы наблюдали на это, или не видели? Не, вон, я, короваш, там ходили в Тазахстану где-нибудь. А вы были с друзьями, или... Не, один, а там свою корову пашет.